Приветствую, уважаемые зрители, меня зовут Флоки, и сегодня мы поиграем в прикольную игру под названием Crash Arena Turbo Stars, либо же кратко Cats. Ролики я не снимал 4 месяца, и вообще я не думал, что этот ролик когда-нибудь выйдет, но всё-таки я 2 месяца назад для себя решил то, что я буду ждать какую-нибудь прикольную игру, и когда она выйдет, я начну снимать ролики. Просто, ну, что-то мне захотелось снимать, и как-то мне кажется то, что если уж хочется, почему бы не делать. Собственно, в эту игру я буду играть на компьютере, но, по идее, она для мобильных устройств, но я буду через эмулятор Android играть, так что давайте мы сейчас себе выберем имя и начнём играть. Собственно, я уже в эту игру немножечко поиграл, и, ну, разобрался, что к чему, и сейчас вместе с вами буду вам всё показывать, и надеюсь, что мы там дойдём до самого последнего чемпионата, я не знаю, сколько там всего этапов, в общем-то, давайте посмотрим. Собственно, имя я уже выбрал, на моём аккаунте, кажется, тут уже есть другие аккаунты, так что сейчас мы создадим новый и уже начнём играть. Так, тут битва, вот я не знаю почему, но эта битва что-то подлагивает немножечко, фпс проседает во время неё, и во всех эмуляторах я пробовал, но я сейчас выбрал более-менее такой стабильный, так что думаю всё будет окей. Так, это получается, получается, дядюшка Тони, да? Окей, давайте всё быстренько это пропустим, получим подарок. Так, ну, кому интересно, можете всё это почитать, но вообще советую скачать эту игру, потому что она действительно очень прикольная. Здесь нам дарят подарок, машинка такая вот интересная. Спасибо. Сейчас установим первую ракетницу, и, наверное, там уже можно будет вступить в бой, да? Отлично. Аккаунт, кстати, не пришлось выбирать, так что всё окей. Просто в прошлый раз, когда я создавал новый, мне пришлось там выбирать, удалять прошлое и все дела, а сейчас что-то всё очень легко. Так, здесь мы не управляем машиной, хочу напомнить, здесь она сама управляется, нам просто нужно её супер-пупер построить, и чтобы она всех мочила, короче, по-крутому. Вот. Ну всё, давайте подерёмся, наш первый бой. Этот чувачок, ну, он перевернулся, из-за этого, собственно, он и проиграет. Вот. Ну а так, по хп у него, конечно, больше. Он вообще мог нас выиграть. Ещё, когда определённое количество времени здесь идёт бой, там, получается, стены по бокам убираются, и какие-то грузовички едут, и кто первый до этого грузовичка коснётся, получается, тот и проиграл. Так что, ну, вот так вот. Долго поиграть не получится, и до бесконечности игру не растянуть. Так, здесь у нас первый ящик с деталями. Давайте мы его сейчас по-быстрому откроем. Первый раз этот дядюшка берёт на себя все расходы, так что мы сможем его открыть бесплатно. Это офигенно. Так, нам дали диск, циркулярку, классику, это другой корпус, и ещё один корпус проныра. Офигенно, у нас два новых корпуса. Хотя, не два, один проныра-то у нас уже есть. Так, отлично, лов, продолжай побеждать в быстрых боях и получать ящики. Окей, спасибо огромное. Он нам также ещё продолжает помогать. Давайте мы сейчас, знаете, что сделаем? Поставим вместо ракеты вот эту вот циркулярку, потому что, ну, действительно, мне нравится это оружие. Не знаю почему, но оно мне кажется прикольным. Поставим, получается, диск. Это у нас что? Это бигфут, это диск, это шкив, да? Ещё там ещё какой-то кругляшок есть, я просто не помню. Ну, потом в дальнейшем посмотрим. Так, я вот думаю, может быть... А, нет, тут у нас одинаково. Просто моя проныра по энергии превосходит вот эту, так что мы, наверное, нашу оставим. Ну, всё, мы тачку себе улучшили. Он сейчас нам даст наклейку, мы её приклеим. Давайте мы возьмём... А вот эту, она как-то модно смотрится. Гламурненькая такая, розовая. Так что мы её возьмём. Так, выглядит отлично. Жду, не дождусь увидеть твою машину в бою. Ну, давайте попробуем нашу машинку с циркуляркой. Это уже, кстати, походу настоящий, да, враг? У него, видите, уже какой-то нитро тут, который я вообще не знаю для чего. Мне кажется, оно не нужное. Блин, ну, у этого чувака хп побольше, но всё-таки мы выиграли. Отлично. Там уже начинали грузовички по бокам ездить. Ехать, точнее. Но они ещё не успели до нас дотронуться. Мы там уже закончили бой. Отлично. Чтобы получить ящик, здесь нужно выиграть три боя. Независимо от того, подряд вы их выигрываете или, ну, там, по очереди. Это особо не важно. Так, ещё раз 12 играть, да, чтобы получить ящик. Давайте. Так. Против меня уже другой чувачок. Какой-то странный мув только что был непонятный. Я вот не понимаю, для чего вообще нужно ставить тот фигнюшку, которая у него была. Это, скорее всего, наверное, для тех, у кого ракеты, что ли. И, кстати, к сожалению, мы проиграли. Да, это фигово. Ну, может быть, конечно, здесь что-то даётся за эту серию побед. Но у меня она максимум до пяти, кажется, доходила. Так что я точно не знаю, какие плюсы от неё. Всё, у нас открылся чемпионат. Так что можно в него вступать. Потому что за чемпионат здесь реально крутые сундучки дают, когда ты переходишь на новый этап. И также, по-моему, через каждые четыре у тебя что-то новенькое открывается. Вот, всего 23 этапа. Так что это очень-очень классно. Попробуем дойти до последнего. А, тут, кстати, 24-й этап даже есть. Или как это? Получается, 23-й откроется. А, нет, всего 23. Окей, давайте вернёмся на самый первый этап. И, наверное, поучаствуем, что ли. Есть несколько способов победить в этом этапе. Давай попробуем одержать победу в серии боёв. Окей. Собственно, я вам хотел сказать то, что В первом и во втором этапе здесь можно неограниченное количество раздраться. Я не знаю, сколько... Ну, то есть в итоге вы всё равно победите. Так что можете особо не заморачиваться. Хоть какую-то тачку сделайте. Хоть кого-то вы точно выиграете. Так что в первых двух этапах заморачиваться по поводу суперкрутой тачки даже не стоит. Вот. Так, давайте мы сейчас по-быстрому троих мочеканём. И, собственно, потом уже нам дадут какую-нибудь суперкрутую фигнюшечку, корпус или ещё что-то в этом роде. Потому что сундуки дают реально офигительные за то, что мы переходим на новый этап. Вот у нас три боя подряд. Если бы мы выиграли не три боя подряд, а там, ну, не подряд, собственно, то всё равно бы мы получили эту же награду. Но потом в дальнейшем там уже нельзя будет проигрывать, получается, в чемпионате. И, скорее всего, придётся выигрывать в зависимости от того, как мы будем набирать, получается, там, какие-то медальки. Вот. Окей, мы выиграли. Отлично. Первый этап пройден. И нам дают сундук. Этот сундук, он не особо крутой. Вот со второго на третий уже вообще офигительный. Вот этот сундук, получается, у нас будет, который за шесть часов. Так, давайте возьмём вот это, наверное. Это снеговик какой-то растаявший. Так, супер ящик. Давайте посмотрим. Мне дали бигфут, проныру, кстати, второго уже уровня. Это круто. Новый корпус классика, жало. О, крутой шкив, кстати, для проныры, который мы сейчас используем. Ракетница, отлично. И ролик. Это для классики. Вот, кстати, последний вид, получается, ну, колеса, что ли. Вот. А в дальнейшем уже будут другие открываться. Но вот пока что для этих четырёх этапов у нас уже всё есть. Все виды колёс. Так, попробовать свои силы в новом этапе. Ну, давай сначала улучшим твою машину. Давай. Так, я могу, кстати, ещё улучшать свои детальки, вливая в них ненужные. И у нас за это будут сниматься денюжки. Ну, собственно, и будет уровень у моих деталей, которые я буду улучшать, улучшаться. Вот. Ну, тавтология немножко. Выберите деталь, которую хочешь улучшить. Ну, давайте улучшим нашу циркулярку. Хотя, по идее, знаете, блин, ну, тут я ничего не могу сделать, потому что, ну, тут надо уж по этому сделать. По обучению. Так, ну, у меня, по-моему, новой нет циркулярки. Кстати, я могу сразу несколько наклеек клеить. Это тоже очень прикольно. Хотя её вообще не видно. Ну, ладно, в бою, может быть, увидим. Новой циркулярки у меня никакой нету. Так что давайте мы поставим вот сюда вперёд вот такое колесо. А назад, наверное, мы поставим диск, да, я думаю. Хотя Bigfoot 15, а у диска 13. Может, у меня ещё какое-нибудь колесо есть прикольно. Здесь вот распределение есть. Ну, нет, у меня второго уровня колеса нет. Но, на самом деле, я могу сюда поставить диск, по идее. И, знаете, этот диск я могу улучшить этой фиговенькой. Это вольём. И Bigfoot. Ой, блин, я тут ошибся. И Bigfoot, да. И всё, у нас уровень повышается. И также 15, получается, сердечек. Вот, отлично. Дальше я хотел поменять, получается, наш корпус. Потому что у меня проныра аж второго уровня выпала. Так что не будем свой оставлять. И возьмём новенький корпус. Так, мы его взяли. Отлично. Сейчас мы поставим на него, получается, нашу циркулярку. Дальше поставим колёса. Кстати, у нас тут три колеса можно сразу ставить. Это вообще прикольно. Так, это ставим потом. Где наши второго уровня? Вот это ставим. И, по идее, давайте вот эти два поставим. Хотя нет, как-то отстойно смотрится. Лучше вот так вот. Ну, не знаю, что из этого выйти. А вообще эти колёса крутиться будут или нет. Ну, посмотрим в бою. Так, дополнительно у нас ничего нет. И, ну, собственно, мы всё поставили. Тачка улучшена. Можно отправляться уже на чемпионат второго этапа. Так, у меня есть знакомый, который может превратить любую твою деталь в супер деталь. Для этого нужно всего лишь сделать ставку. Окей, давайте сделаем ставку. Здесь особо от этих ставок ничего не даётся. Потому что, ну, плюсовой процент не особо большой. Так что, ну, что-нибудь крутого. Ну, не знаю, собственно, я один раз выигрывал. И там плюс один процент было к сердечкам. Но это не супер круто. Так что лучше всё из сундуков убивать. И, ну, не особо обращать внимание на эти ставки. Потому что, если вы проиграете, то вы можете потерять свою деталь. Так. Попробуем. Давайте поставим на чувака, у которого... Хотя, знаете, у этого циркулярка. Так что, мне кажется, он всё-таки выиграет. Чем вот этого. Давайте на него поставим. Чё поставим? Поставим мы, наверное... Я не знаю, кстати, наклейки можно ставить или нет. Кстати, можно вот эту циркулярку ради прикола поставить. Если она будет крутая, то потом можно её вместо нашей. Если мы выиграем, точнее. Вот. Окей. Ставим. Я тут ещё слышал, что как-то можно, короче, там в меню ставки двигать дальше и ещё больше вещей ставить. Но, на самом деле, по поводу этого я ещё не уверен. Окей. Здесь мы можем немножечко улучшать свои способности. Больше монет с ящиков, с деталями. Давайте мы это улучшим. Там у нас есть, получается, две вот таких вот лапки. И больше монет при продаже деталей. Наверное, я это не буду делать, потому что, ну, я что-то особо этим не пользуюсь. Ну, давайте подольше покопим и ещё раз вот эту улучшим, да? А другую я пока что не буду улучшать. Всё, у нас второй этап чемпионата. Давайте мы в нём попробуем поучаствовать. И если выиграем, то будет вообще супер офигенно. Здесь нужно нам сделать девять побед. Здесь я тоже играл. Вообще, что-то слишком много боёв как-то было. И всё равно в итоге я победил. Вот. По мощности, кстати, всё очень супер. И мы вот этими тремя колёсами просто жёстко своего противника заталкиваем туда-назад. Видите, даже этого чувака, у которого два бигфута. Это вообще жесть. Просто офигенно. Его мы тоже побеждаем. Отлично. Пока что у нас две победы подряд. Этот чувак хитрый. Но всё равно мы выиграем, потому что сейчас его грузовик раньше тронет. И как бы... Ну, всё равно победа наша. Хотя это не грузовик. А чё это вообще такое? А нет, это, по-моему, ковш от грузовика или что? Чё-то непонятное, короче. Кто знает, можете в комментарии написать. Я не особо понимаю, чё это такое. А вот сейчас против нас, кстати, жёсткий чувак попался. Мне кажется, мы сейчас проиграем. Ну да, мы проиграли. Ну ладно, пофиг, это не особо важно. Потому что у нас несколько здесь есть шансов на проигрыш. Так что в этом ничего такого нет. Этого мы тоже проиграли. Если мы заранее видим то, что мы проигрываем, по идее можно просто вот сюда нажать и пропустить бой. Вот. Ну, скажу честно, тачка у нас пока что не супер-пупер. И всех выигрывать не получается. О, чувак, аник такой прикольный. Майнкрафт кит. Вообще суперский. Окей. Ещё осталось, получается, вот этого чувака выиграть. И после него ещё четверых. Блин. Ну это много на самом деле. Не знаю, сможем мы или нет. Давайте. Этот чувак нас тоже выигрывает. Так что может сразу пропускать. Этот, блин, тоже, наверное, выиграет. Хотя. Ну, блин, всё-таки, наверное, да. Или. А, нет, мы смогли победить. Кстати, вот в чём плюс циркулярки. По сравнению с пилами или вот этой вот фигнёй. Дрель или что это. То есть, она как-то наносит удар прикольно. Ой. Странно сейчас было. Ой. Блин. Это вообще фигово, ребята. Мы так жёстко сейчас проиграем. Блин. Это вообще отстойно. Почти выиграли. И так не повезло нам. Ну ладно, пофиг. Против нас сейчас классика. Я вообще не люблю этих классик. Потому что. Ну, блин, этот корпус. Он реально какой-то. Не очень такой крутой. Особенно для проныр. Ты на него заезжаешь. Это так отстойно получается. Окей. Ещё этого чувака. И следующего. Если не ошибаюсь, всего 14 боёв. Давайте сейчас проверим это. Надеюсь, сейчас мы последний бой не проиграем всё-таки. Хотя мы его походу про... А, нет. Капец. По идее, мы бы его проиграли. Но против нас катер, который так жёстко на меня заехал. И его дрель просто вообще ненужная стала. И всё. У нас ровно 9 побед. Как и нужно было. Отлично. Всё. Мы, получается, второй этап проходим. И переходим в третий. Всё как бы очень прикольно. Блин, стойте. Нам дали снова не такой крутой сундук. Походу, со второго на третий дают легендарный. Ну ладно, посмотрим. Наверное, уже в следующей серии мы это посмотрим. А сейчас пока что мы откроем сундук, который нам дали... Ох ты. Давайте возьмём вот этот вот простреленный след. А, нет. Всё-таки легендарный дали. Хотя там было написано, что за награду дают какой-то супер ящик, а не легендарный. Ну ладно, давайте откроем. Ох ты, нам выбыл титан. Отлично. Проныра. Но уровень слишком маленький у Проныры. И тут тоже уровень какой-то маленький. О, легендарный валун. Вообще супер офигенно. Ну и всё. Комплект атаки. И дальше там уже монетки и кристаллики. Ну, на самом деле, неплохо. Можно будет в следующей серии уже поэкспериментировать с моими, получается, новыми вещичками. Что-нибудь крутое сделать. И, собственно, давайте проверим на прощание результат. Смогли мы выиграть или нет. И посмотрим, улучшилась наша циркулярка или нет. Ну чё, смотрим, мужики. Чё, кто выиграет. Нажмите, чтобы смотреть. Ой. На самом деле, мне кажется, мы всё-таки правильно поставили и получили ещё больше плюс. Хоть мы поставили на меньший коэффициент, но мы всё равно победили. Это вообще супер классно. Ну всё, теперь у нас циркулярка с тремя процентами. Ну, блин, это всё равно мало как-то. И, блин, ну не знаю, даже, наверное, ставить не буду. Сейчас по-быстрому улучшим вот это ещё раз. Ну и, собственно, всё. Больше лапок у меня нет. На этом, ребята, первая серия заканчивается. Игра мне просто супер-пупер нравится. Я буду пытаться дойти до 23-го этапа турнира. И всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подсказывайте мне чё-то как в комментариях. Я буду реально всё читать, всем буду отвечать. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok